Всем привет, друзья! Меня зовут Виктор, и сегодня для моей коллекции довольно значимый день. Я нагнал серию Автолегенды СССР. В этой коробке последние пробелы, последние модели, которых мне не хватало до полноты коллекции. Давайте откроем, посмотрим, какие же это модели. Так, упаковано всё довольно надёжно, я вижу, много бумаги, много газет. Давайте откапывать сами модельки. Я уже и сам, честно говоря, плохо помню, какие сюда вошли. Итак, о, это даже не Автолегенда, это Dodge Coronet, по-моему. Корнедж? Короче, из полицейских автомобилей мира, Dodge. Да, здесь затесался шпион. Итак, москвич, внедорожник концептуальный. Далее, ещё один москвич, братец его. Такой вот, это полноприводный газик, украинец. Газ 73, короче, посмотрим сейчас подробнее. Далее, ещё один шпион Lamborghini Murcielago. Собирается тоже потихоньку коллекция суперкаров. Огромная моделька ZIL. Кстати, она одна из самых неудачных, об этом я расскажу чуть позже. Следующая, у нас сквич, грузовой фургон. Так, вот, ещё одна модель спортивная, газик. Иж пикап. Следующий этаж. Кстати, очень здорово всё упаковано. Обычно я заказываю на Аукра, а это посылка. Это посылка у меня с сайта. Ссылку на сайт найдёте в описании. Кстати, очень доволен, очень здорово упаковывают. Очень такие душевные там люди. В общем, мне понравилось. С ними работать, у них заказывать. Так, сейчас я достал броневичок. Не помню даже, как он там называется. В общем, сейчас всё распакую. Всё уже подробнее покажу и объявлю. Это УАЗик, по-моему, очередной, концептуальный. Не вошедший в серию. Газик. Трёхосный. Трёхосный пикап. Следующая. Это, по-моему, какая-то Nami Nati джипик. Разберём ещё, посмотрим. Броневик. Броневик. Ба, наверное, в каком-то праздничном салатовом цвете. И, собственно, это всё. К некоторым моделям идут журналы. Красивая пачечка. Будет что почитать. И да. Это всё. Вот такая вот посылка получилась. Сейчас я всё это ещё распакую. И уже каждую так быстренько покажу. Сделаю такой беглый обзор. Посмотрим, что они с собой представляют эти модели. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Итак, давайте теперь рассмотрим подробнее каждую модель. Первая – это ИШ-27151. Вот такой вот замечательный пикап. Мой подписчик Азамат спрашивал о целесообразности покупки этой модели. Отвечаю. Моделька отличная. Так что рекомендую. Рассмотрим подробнее. Итак, передняя часть. Здесь довольно аккуратно вклеены отдельно стоящие зеркала. У меня здесь, правда, какая-то сопля. Но, надеюсь, её можно будет легко оттереть. Без особых потерь. Как видно здесь, хромированных деталей минимум на этой модели. Но всё же утилитарный такой грузовичок. Поэтому и в целях экономии хрома особо не использовали. Отдельно стоящая здесь решётка радиатора в цвет кузова. Отдельно стоящие фары. В смысле, отдельными деталями. Подфарники отлиты вместе с решёткой радиатора. Здесь они не прокрашены, к сожалению. Бампер отдельная деталь. На нём отдельный номер. Видно этот самый значок ИЖ. Можно рассмотреть. Тоже довольно аккуратно прокрашен. Далее вид сбоку. Также здесь отдельной деталью аккуратные дворники. Молдинг прорисован. Прорисована окантовка лобового стекла. Прорисован повторитель поворота на крыле. Опять же, всё очень здорово и аккуратно. Колёса такие целиком выполнены из хромированного пластика. Их бы можно было немного затонировать, чтобы более стали выразительные. Итак, самая интересная задняя часть. Здесь очень аккуратными элементами исполнено вот такое вот заднее. Заднее крепление. Также ручки на кузове тоже довольно интересно сделаны. Внутри на кузове видны ребра жёсткости. Проработаны крылья. В общем, здесь всё очень аккуратно и здорово исполнено. Задние фонари. Вот этот нижний блок. Это разноцветный пластик. А всё остальное отлито на кузове и раскрашено в разные цвета. Вот так вот эти повторители поворота сделаны. Также подсветка номера сделана. Замок багажника. Но всё довольно аккуратно. Также вот прокрашена горловина бензобака. И так далее. Следующая модель. Следующий москвич. Тоже утилитарный такой фургончик на этот раз. Такие же у него отдельно стоящие зеркала на крыльях. Отдельная решётка радиатора. Тоже не тонированная. Бампер, фары. Тоже очень аккуратная, интересная моделька. Сзади установлены фонари. Они отдельными деталями. И отдельной деталью вот эта хромированная подложка. Установлены, правда, немного криво. Так что надо будет разобрать и поправить. Но сами детали исполнены аккуратно. Диск здесь из двух цветов. То есть хромированный колпак и такой вот бежевый, грязно-белый цвет самого диска. Вот такая вот довольно удачная модель фургончика. Кстати, тоже аккуратно установлены дворники. Аккуратно установлен вот этот вот символ на капоте. Обозначена надпись «Москвич». Эмблема «Москвича». Все очень аккуратно и здорово. Итак, следующий «Москвич». На этот раз внедорожник. Он строился на базе Jeep Willis. Но в процессе разработки он, конечно, далеко ушел от него. Но в первую очередь с внешней точки зрения. Мог бы занять свое место в серии. Но как-то его перестали финансировать, эту разработку. Хотя военные и чиновники одобрили эту модель. Сама моделька выполнена довольно хорошо. Здесь отдельными деталями фары. Поворотники прокрашены на кузове. Также на кузове проштампованы все вот эти крепления капотов. Весь рельеф проштампован. Тент, похоже, отдельной деталью. Надо будет попробовать его снять. Посмотреть, что под ним. Хорошо проработаны колеса. Если еще протонировать, будет вообще здорово. Отдельное запасное колесо. Также аккуратно прокрашена задняя оптика. И отдельная дополнительная фара. Следующий внедорожник москвича. Это москвич 2150. Развитие предыдущей модели. Предлагался как гражданский вариант. Что-то среднее между УАЗом и Нивой. Опять же, он был вроде как одобрен. Вроде как всем понравился. Но в нужный момент не нашлись мощности для производства. И моделька так и осталась в опытном экземпляре. Итак, здесь тоже довольно хорошо проработаны детали. Аккуратно установлены дворники, фары, поворотники отдельными деталями. Затонирована решетка радиатора. В общем, очень такой симпатичный автомобильчик получился. Отдельное запасное колесо. Отдельные задние фонари. Прорисованы и проштампованы элементы на задней двери. Хорошая, удачная моделька. Вид снизу аналогичный. Такое простенькое одно. Просматривается полный привод. Просматривается подвеска. Продолжим тему внедорожников. Это ГАЗ М73. Украинец. Такой вот, казалось бы, куцый пикапчик. Но, тем не менее, проявил он себя очень хорошо. На испытаниях, по крайней мере. Предполагалось, что он будет использоваться в колхозах. Для доставки механика. Для доставки инструмента. Например, к технике в поле. Но, опять же, в серии он не пошел. Моделька очень аккуратная. Правда, имеет шоссейные колеса. Вместо внедорожных. Но, есть информация, что были модификации на такой резине. Поэтому, можно считать эту модель достоверной. Это хорошо проработана передняя часть. Отдельная решетка радиатора. Отдельный бампер. Отдельные фары. Аккуратно прорисованы поворотники. Эмблема. Такой вот симпатичный перспективный пикапчик. Был еще на его базе купе. То есть, вместо пикапа, вместо кузова. Был такой объемный багажник. Тоже довольно интересная машинка. Но, ее я в моделях не видел. Поэтому, как вариант для конверсии, тоже интересный проект. Следующий газ. Снова пикап. Это такой перспективный армейский. Армейский должен был быть грузовичок. ГАЗ-21, между прочим, называется. 1936 года, если не ошибаюсь. Но в серии он также не пошел. Поскольку его вытеснили двухосные полноприводные решения. Такая удачная тоже моделька. Аккуратно выполнена. Здесь много отдельных деталей. Отдельные фары. Отдельный такой вот бампер. Кузов отдельный. Кстати, покажу, как он снимается. Вот так вот. Кстати, очень здорово выглядит в качестве... В виде таком вот тягача. То есть, тоже интересная идея для конверсии. Такая вот мысль. Можно сделать из него этот самый буксир такой, эвакуатор. Можно под небольшой полуприцеп его пустить. Очень здорово вот в таком вот виде, без кузова он смотрится. Здесь у меня... Я почему его разобрал? У меня небольшой дефект оказался. Вот эта вот платформа, она на раму не полностью садится. Здесь эти вот крепления, отверстия, в них штырёк не пролазит. Поэтому нужно будет ещё раз ширить и усадить всё на место. Кстати, модель ещё имеет довольно интересное днище. Здесь такие вот дополнительные колёсики для помощи в преодолении каких-то глубоких канав, каких-то препятствий. Так, тему армейских внедорожников продолжаем. Это АР НАТИ. Перспективная разработка такого вот армейского внедорожника. Предполагалось её отдать на газ, запускать в серию. Но в то время на газе был и свой уже, своя разработка. В начале войны, конечно, было совсем неуместно ещё новую модель как-то продвигать. Поэтому вот такой вот опытный экземпляр. Это опытный экземпляр номер 2 с узким капотом. Он отправился на тыловые работы и там себя, так сказать, полностью исчерпал. Проявил очень и очень хорошо. Разработка оказалась удачной. Итак, на модели здесь довольно хорошо исполнена решётка радиатора. Там даже в такую вот мелкую сеточку, если удастся рассмотреть. Так вот сделано. Отдельно стоящие фары, бампер. Кстати, ещё много интересных элементов. Например, инструмент на боку. Вот здесь лопата, здесь двуручная пила. Её почти не видно за запасным колесом. На левом борту одноручная пила, топор. Но всё он сделан таким образом, что проштамповано на кузове и покрашено. Мне даже сразу показалось, что покрашено оно неровно. То есть, видно, что часть лезвия как бы закрашена. Но на самом деле это здесь такой вот чехол. И поэтому инструмент как бы в него вкладывался. Ну, было бы, конечно, здорово суметь доработать это отдельными деталями. Это серьёзная, конечно, работа. Думаю, со временем наберусь опыта и, возможно, займусь этой моделью. Конечно, отдельный инструмент на бортах её бы очень сильно украсил. Следующая модель. Это БА-20. Бронеавтомобиль для связистов, разведчиков. Машина на базе ГАЗ-М1. Такой вот броневичок начала войны. Ничего другого у советской армии на тот момент не было. В общем, проявил себя довольно неплохо. Выжали из такого заднеприводного шасси просто по максимуму. Здесь такой вот интересный элемент. Поворотная башня. Также несколько отдельных элементов. Запасное колесо, задние фонари, крюки, ящик для инструментов, наверное. Также спереди тоже крюки, фары, бампер. Такая вот антенна тоже отдельной деталью. В общем, моделька довольно проработана. Здесь единственное, что хотелось бы выделить, расшивку и немного затонировать этот цвет. Не знаю, как на видео, но в реале он такой очень ярко-зеленый. Не слишком ассоциируется с какими-то военными автомобилями. Почему-то мне его хотелось бы видеть именно в более темном, темно-зеленом цвете. Дно довольно простое у модели. Такое вот, ничего лишнего. Следующий автомобиль. Внук Ба-20. Тоже газик. БТР-40 называется эта модель. У меня она уже в таком немножко разобранном виде. Здесь вот снял тент, снял заднее колесо запасное. Ну, кстати, оно было очень сильно приклеено к тенту, а на своем законном месте оно практически не держится. Вот так рассмотрим модель. Здесь также проштампована вся расшивка, проштампованные элементы на кузове. Довольно хорошо видно, довольно хорошо можно рассмотреть. Отдельные вот эти вот какие-то детальки на крыле. Отдельные фары, решетка, крюки буксировочные. Салон довольно хорошо проработан. Еще бы его раскрасить, было бы вообще супер. Там можно рассмотреть все органы управления. Сидения проработаны. Также вдоль бортов тоже установлены какие-то ящики, кармашки. В общем, довольно такая интересная модель получилась. Жалко, конечно, что ее закрыли тентом. Здесь было бы более уместно сделать такую скатку. На виде снизу тоже хорошо проработаны карданные валы. Ну и, собственно, все. В остальном нища довольно простовато. Так, и последний армейский джип. Это УАЗ. Такая вот тоже перспективная модель, которая не дошла до конвейера, не дошла до серии. Это УАЗ 3171. Очень хорошо исполнена сама модель. Здесь много отдельных деталей. Это и фары, поворотники, дополнительные фары, бампер, решетка радиатора, аккуратно установленные дворники, дополнительная фара на крыше, зеркала. Аккуратно исполнен отдельным цветом порог, крылья. Продолжает именно черный цвет от бампера. Тоже довольно стильно сделано. Тент, похоже, отдельная деталь. Надо будет попробовать тоже его снять, как и на других подобных моделях, поскольку в салоне, думаю, там тоже заслуживает внимания. Отдельное запасное колесо. Вся задняя оптика тоже отдельными деталями. Прицепное устройство. Это фаркоп, да, или как он называется. Все очень аккуратно сделано. Дно довольно простое, традиционное. Кстати, эти оазы, они разрабатывались как военные, но и также разрабатывался гражданский вариант. Поэтому он, я думаю, будет довольно симпатичный именно в цвете, таком не темно-зеленом. Возможно, когда-нибудь я его и перекрашу. Следующая модель. ГАЗ ГЛ-1. Самый быстрый довоенный автомобиль СССР. Построен на базе МКИ. Передняя часть, радиаторная решетка уже от ГАЗ-1173. Кстати, эта модель особо уникальна. Это прям единственный случай для Диагостини. Посмотрите, как сделан передний мост. Весь из пластика. Проработаны рулевые тяги. И здесь нет металлической оси. Даже вот в блистере поставлялась вот на такой вот подставке. Потому как эта деталь довольно хрупкая вышла. В общем, отличная модель. Очень здорово исполнена. Очень аккуратно. Хорошо проработана вся расшивка. Аккуратно нанесены декали. Понравилось мне такое исполнение. И вот даже внутри, сквозь эту бойницу, там можно рассмотреть руль. Но я думаю, попозже ее разберу. Может покрашу салон в светлый цвет. Именно не столько ради достоверности, а просто ради того, чтобы за стеклом его было лучше видно. Вид снизу такая вот рама. Нижняя часть двигателя. В общем, тоже все довольно хорошо исполнено. Последняя обновка из Автолегенд. Это одна из самых неудачных моделей. Этой серии. ЗИЛ. ЗИЛ-4102. Создавался уже накануне, перед развалом Советского Союза. И, понятное дело, что никому особо дела не было до производства этих моделей. И Горбачев на его счет сказал что-то невнятное. Типа то да не то. Ну и так он в серию и не пошел. Ну а сама модель оказалась с двумя такими очень значительными дефектами. Первое это очень маленькие колеса. На настоящем, на прототипе они были действительно просто огромные. Они занимали практически все пространство арки. А здесь такое чувство, как будто бы остался один диск без покрышки. То есть они чуть ли не в два раза больше должны быть. В два раза в полтора, наверное, точно. А второй дефект, это модель искажена по длине. То есть она как бы растянута и непропорциональная в данном таком вот исполнении. Там даже вот внутри можно рассмотреть то, что карты двери, они не подходят под дверь, под кузов. В общем, не знаю, как китайцы умудрились допустить столько искажений на одной модели, но, как видите, это факт. Думаю, эту модель можно купить только для полноты коллекции. Для любой другой цели я, конечно, ее не рекомендую. Поскольку дефекты очень заметные и значительные. Хотя в то же время салон проработан очень здорово. Еще как вариант ее можно взять как донора или на конверсию. Я думаю, если когда наберусь достаточно опыта, смогу уже перепиливать кузова, то, я думаю, попробую хоть как-то приблизить эту модель к какому-то нормальному варианту. Еще, возможно, на нее существует транскит. Так что можно сделать конверсию и поставить на полку все-таки хорошую модель, правильную. Итак, напоследок, две модели не из серии Автолегенд. Первая это Lamborghini Murcia Lago, серия суперкары. В принципе, узнаваемая, правильная, но в то же время довольно простенькая модель. Простота ее, в первую очередь, заключается вот в этих вот воздухозаборниках, которые даже ни разу не решетки, просто прокрашены черным цветом. Как спереди, так и сзади. Не рассверленные выхладные трубы. Простая задняя оптика, хотя и отдельной деталью диски проработаны довольно хорошо, но тормозного диска там не видно сквозь отверстия, поэтому, конечно, нужна тоже какая-то доработка. В общем-то, все традиционно для серии суперкаров. Дворники нарисованы на стекле, зеркала отдельными деталями. Ну, вот здесь, конечно, плюс, это серый салон, его очень хорошо можно рассмотреть, даже сквозь такие не слишком обширные остекления. И последняя модель на сегодня, это Dodge Dart из серии полицейские автомобили мира. Вот эта вот модель мне очень понравилась. Очень аккуратно, очень хорошо исполнена. Здесь прорисованы все молдинги, все окантовки стекол. Отдельными деталями исполнены бампера, задняя оптика, задняя вот эта вот решетка, так же, как и передняя, аккуратная антенка, поблесковый маячок, зеркало, аккуратные дворники. В общем, все очень здорово здесь сделано. Моделька сама такая тяжеленькая, в общем, приятно ее держать в руках. Диски проработаны, но не затонированы. Ну, в общем-то, здесь ничего не затонировано, поэтому, если пройтись немножко смывочкой, то вид значительно преобразится. А вот дно здесь просто дно. То есть детализации, можно сказать, никакой. Ну, в общем-то, я думаю, простительно. Модель сама очень хороша. Ну что ж, вот такими вот обновками завершается моя серия автолегенды СССР. Теперь, я думаю, темпы коллекционирования будут немножко поскромнее. Возможно, выборочно будут что-то брать из суперкаров, полиции, автомобиля на службе. Ну, на данный момент так полностью собирать никакую серию не предполагаю. Ну, зарекаться, опять же, не стоит. Будет видно. Ну, а на этом обзор по ссылке я буду заканчивать. Спасибо вам за внимание. Если интересно увидеть на какую-то модель отдельный обзор, пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки, если понравилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok